Став изгоем в цивилизованном западном мире, Кремль начал искать для себя другие регионы влияния, где бы он мог в полной мере реализовать свою экспансию регресса, войны и разрухи. Одним из таких регионов для Запоребрика стала Африка, с которой путинская свора стала искать сближения и даже провела саммит «Россия-Африка» в Сочи, куда прибыло с континента ни много ни мало 43 государственных лидера и еще 11 делегаций от различных министерств. В подобной геополитической стратегии нынешний Кремль – это калькас совка эпохи застоя, который тоже, будучи международным изгоем, искал себе сателлитов в африканских странах. Современная Россия ориентируется на Африку по нескольким причинам. Прежде всего, потому что делать погоду в этом регионе достаточно дешево, а нынешняя стагнация экономики не позволяет Запоребрику жировать, да и дела на нефтегазовом рынке у Москвы не ахти. Поэтому в Африке Россия занимается своим любимым барским замыливанием глаз, прощает долги разным африканским лидерам, которых накапало ни много ни мало, а целых 20 миллиардов долларов. Также Россия положила глаз на африканский континент еще и потому, что там есть возможность сделать определенного рода инвестиции военного характера. Например, продвинуть свои интересы частными армиями, теми же вагнеровцами, заодно обстрелять армию на местном населении. Помните недавние убийства известных журналистов в Центральной Африке? Это ведь абсолютно не случайные смерти, а сокрытие свидетелей и информации того, что на самом деле происходит на задворках мира в Царь и Судане, и какое к этому имеет отношение Россия. Ну и разумеется, в Африке Запоребрик активно пользуется идеологическими наработками совка, в частности, политикой идейного единения с африканскими странами, через которую заставляет тамошних лидеров обновлять долговые обязательства за счет поставки России оружия в кредит. Так почему же Кремль активно стремится проникнуть на африканский континент, для которого, к слову, он является вторым крупнейшим поставщиком оружия? Все дело в том, и это главное отличие от времен СССР, что современная глобализация привела к тому, что на Африке завязаны интересы практически всех стран-лидеров мировой политики, в первую очередь Китая и США. Присутствуя в Африке, Россия становится участником этой геополитической игры, где ставки могут распространяться не только на африканский континент, а быть намного масштабней, как финансово, так и географически. Но как Россия может переиграть оппонентов, имея довольно скудные ресурсы? А все весьма прозаично. Россия делает ставку на проверенный и испытанный ресурс, причем игра уже началась. На озвученном выше-саммите Россия заключила с африканскими странами призабавный договор о сотрудничестве в средствах массовой информации, в рамках которого Кремлем готовится некая программа действий, в которой будет задействована дочерняя компания российского пропагандистского канала Russia Today. Думаем, несложно будет догадаться, на что будет направлена деятельность России в сфере африканских СМИ, учитывая опыт этой деятельности в США и Европе. Очевидно ведь, что кремлевский фюрер и его клика будут устранять своих соперников на африканском континенте за счет коммуникационных технологий. Говоря проще, Кремль готовит коммуникационную экспансию на континент, и это было основной целью сочинского саммита. Программа, предложенная Кремлем для Африки, включает в первую очередь подготовку кадров для работы в регионе. То есть, для Африки готовят десятки, а то и сотни таких персонажей, как Скобеева, которые будут создавать там соответствующий контент. К слову, главным смотрящим за всей этой движухой назначен, кто бы вы думали, правильно, путинский олигарх Пригожин, владелец небезызвестной фабрики ольгинских троллей. Именно он отвечает за всю операцию и по информации авторитетных СМИ, в частности, Гардиан. Его спецы уже разработали план возрождения так называемого панафриканского сознания, который дивным образом идеологически совпадает с пресловутой стратегией Рус-Кагамира. Благодаря сотням Скобеевых и тысячам ботов в соцсетях, эта идеология начнет сеять смуту на континенте, что в очередной раз приведет к бойням, этническим чисткам племен, бегству и так немногих оставшихся белых с континента. На правдивость данной теории указывает хотя бы то, что согласно New York Times, Facebook уже ликвидировал три анклава ботов, которые направляли свою деятельность на Ливию, Мозамбик и Камерун. Все три ботафермы финансировались и курировались из-за поребрика, что подтвердило руководство крупнейшей соцсети, указав их конечным бенефицарам компанию Пригожина. Во всем этом самым удивительным кажется неадекватная по своему спокойствию реакция Запада на происходящее между Африкой и Россией, который просто не может не замечать того, как растет в различных регионах мира информационное влияние России. Складывается впечатление, что ни происходящее с Украиной, ни вмешательство в выборы США, ни британский Brexit ничему не научили Европу и Америку. Видимо, там до конца так и не понимают, что сделать страну, у лидера которой явное шизофреническое расстройство с обострением имперских амбиций, геополитическим изгоем, мало. На нее, как минимум, нужно накинуть информационную смирительную рубашку и потуже затянуть за спиной рукава, чтобы в случае обострения пациент мог разве что биться головой о стену. В противном же случае пациент может накинуться на санитаров, а в худшем – даже организовать в дурдоме бунт. А Африка, учитывая всю политически нестабильную ситуацию в этом регионе в целом, очень легко способна превратиться в названный сумасшедший дом, безумие из которого с легкостью может перекинуться на весь остальной мир. Пока от цивилизованного и обладающего должными ресурсами Запада не видно даже намека на то, что пациента собираются прикрутить кровати. Более того, все происходящее ужасно напоминает политику умиротворения другого буйного товарища, который не менее активно использовал пропаганду и разные теории, что в итоге привело к мировой войне.